добрый день дорогие друзья и сегодня я вам расскажу пыльника у нас тут и сегодня я вам расскажу о для чего наверное нужен директор и о насущных проблемах которые встречаются это проблемы так себе это больше информативного характера и когда наши заказчики задают какие-то вопросы то мы обязательно должны ответить и вот когда сейчас я захожу и у меня есть размеры ванны и то что мы обсуждаем я могу сразу это все померить и приблизительно даже не приблизительно а я теперь точно могу сказать и ответить на какие-то вопросы вот у нас вопрос сейчас возник по ванне влезет ли ванна метр пятьдесят на метр вот а я знаю точно что я готовился к метр семьдесят ванной и даже и с этой стороны сейчас давай я быстренько выскочу даже с этой стороны я специально забрал два сантиметра я специально забрал два сантиметра с коридора вот эти для того чтобы увеличить ванну на метр семьдесят и и сейчас у нас теперь получается 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 метр семьдесят четыре значит с учетом кривизны стен ну не нашей а вашей вот с учетом кривизны стен то есть я взял примерно два сантиметра на эту стену и сантиметр на эту то есть здесь это и когда мы вставим в ванну она получится у нас ой-ой-ой какая то есть это будет метр семьдесят на а вот на сколько там мы тут и метр десять сможем сделать до знаешь чё паш я бы вот сделал чуть-чуть и чуть-чуть бы еще вы больше сюда у нас смотри сколько здесь место появляется чтобы в гигиенщик не упираться коленкой вот сюда сместить сантиметров на десять больше да и получается смотри у нас где отметка аж унитаза то есть в принципе комфортно очень даже очень комфортно метр метр три ну правильно сюда а может быть и не стоит метр лишь не давать до него ну ладно метр на метр семьдесят вот и мы сейчас значит сделаем я сейчас сразу быстренько геннадий отвечу на вопрос видео ответом вот как сейчас как вы получаете sms отчеты геннадий смотрите сейчас вот эта сторона вот эта сторона получается у нас метр семьдесят четыре метр семьдесят три с копеечками то есть мы когда с вами проектировали у нас вот здесь получалось метр семьдесят то есть ванна которая потом станет сверху плитка то есть и вот здесь получается вот здесь метр три то есть с учетом отделки получается вот как смотрите теперь здесь я еще предлагаю унитаз чуть-чуть смесить в эту сторону для того чтобы вот здесь гигиен душ который будет не упирался коленкой буквально чуть-чуть сдвинем унитаз и если сейчас даже здесь ну очень даже комфортно будет сидеть то если мы сдвинем но обратите внимание что вот это расстояние сузится а это все-таки проход к крану к смесителю на ванну поэтому ответите мне тоже на этот вопрос вот и если что мы переделаем сдвинем есть оставляем как есть значит оставляем как есть вот так дорогие друзья происходят видео вопросы и вам нужно будет отвечать просто да или нет или смещаем или не смещаем или все хорошо или не хорошо то есть так и второй вопрос второй вопрос был у геннадия мы еще планировали это он спрашивал как это будет выглядеть так второе видео придется тоже записывать геннадий смотрите по поводу подключения и как будет выглядеть слив вот здесь будет стиральная машина стоять вот все это вы увидите потом на ютюбе но пока то что мы сейчас сделаем то есть это выглядит вот таким вот образом смотрите то есть вот здесь будет выход канализации и вот здесь получается будет краник водички то есть он будет прямом доступе вот если что потом сделаете небольшую фальш панельку вот здесь вот ну это или мебельщики или кто-то сделает в общем в принципе не суть важно можете даже и оставить ее потому что с прохода ее даже и видеть никто не будет но зато машинка станет здесь плотненько к стеночке и все будет хорошо вот так вот так продолжим так здесь у нас очень хорошая получилась объемная прям раковина это это прям до во всех других мы помещениях делали их очень маленькими кстати помещение здесь 50 50 не помню 50 квадратных метров вот я конечно же могу посмотреть все все что здесь это ну так особенности планировки и все попрятались как это чего прячьтесь нормально все или же разыскиваетесь но я понял так но в принципе о еще один еще один бригадир тебя тоже не показывать так ну так я горит есть других местах так но здесь по планировке наверное больше ничего мы преследовали цель в принципе только одну как как это все происходит чтобы вы понимали как как наша работа двигается до красиво холодно сыра а чё сыра а я думал сыра хочется не ну от этого куда денешься так ну давайте наверное на этом подытожим в общем если у вас есть какие-то комментарии или вы хотите узнать подробнее или что-то сделать то есть без проблем возьмите наберите у меня в отца в принципе практически всегда включен узнаете лично какие-то вопросы может быть особенности планировки то есть нас попросили сделать типа ну вот нарисуй как это будет выглядеть на каком-то листочке бумаги но опять же это будет ну не профессионально с нашей стороны а приз опять какого-то человека делать для того чтобы это было красиво тоже не очень хочется потому что ценник у нас и так недорогой поэтому комментируйте и наверное всего доброго пока пока